Раиса Александровна, здравствуйте. Добрый день, Анна. Раиса Александровна, уже более 30 лет, как вы создали и руководите Огонинской городской общественной организацией «Детский диабет». Расскажите, с чего начиналась история этой организации, ну вот сегодня, что она собой представляет? В 2,5 годика заболел мой сын с сахарным диабетом. Я тогда не понимала, что это такая страшная болезнь, что это надолго. Я думала, ну, сейчас выйдет с больницы, и всё. Мне было немножко легче, чем другим у меня мама, врач. И она мне объяснила и сказала, что это надолго, это на всю жизнь, и с этой болезнью надо жить. Но я не верила этому и бросалась во все инстанции. Я попала в институт по пересадке органов к профессору Шумакову. И только там мне объяснили, как жить с диабетом. И когда я вернулась назад, я поняла, что надо создать организацию только вместе, только сообща можно бороться с такой страшной болезнью. Так, 31 год назад было создано первое в Беларуси общественное объединение детских диабетов. Скажите, ну вот на сегодня сколько детей, живущих в Гомельской области, получают поддержку от вашей организации? В нашей организации, соответственно, учёте 700 семей. Это дети, это подростки и молодые люди, заболевшие с детства. И все они получают поддержку. Скажите, ну какого рода эта поддержка? Самое основное, это первое, это психологическая поддержка. Когда мама узнает, что у ребёнка диабет, и ещё, не дай бог, рядом лежит ребёнок с осложнениями, то это, конечно, очень тяжело. И у нас есть мама, член правления, который посещает постоянно, каждую неделю, радиационный центр, эндокринологическое отделение, где лежат наши дети. Очень важно помочь, подсказать маме, пригласить её в центр, чтобы мама увидела, что есть такие же родители, такие же дети. И совсем по-другому она тогда себя чувствует. Сразу, как только приходит мама, мы обязательно помогаем средствами самоконтроля. Ну, наверняка как-то взаимодействуете и с медиками, да? Вот какого рода это взаимодействие, в каких формах оно реализуется? Как только появляется вновь заболевший ребёнок, нам обязательно или позвонит с радиационного центра. У нас прекрасное отношение с заведующим отделением. Кроме того, у нас в центре мы проводим школу диабета для таких мам. И ведёт мама, врач, у которого тоже ребёнок болен диабетом. И родители вновь заболевших начинают подключаться уже к нашей организации. Если говорить о проектах, которые вы проводите, какие из них самые крупные, самые значимые? Я хочу здесь остановиться на проекте Валерия. В 2005 году 11 наших детей находилось на здравлении в Италии. И среди них была маленькая-маленькая девочка Валерия Лыкова. Житковский район, многодетная семья, старшая сестра болела диабетом. И желание помочь этой девочке и послужило толчком к созданию такой масштабной акции, который и существует на сегодняшний день. 2005 год 11 детей, 2016 на сегодняшний день 200 детей. Это не только тест-полоски, это ещё и оздоровление. Вот маленький городок в центре Италии, но там более половины жителей принимают участие в данном проекте. Благодаря, конечно, президенту организации, сеньюру Элеоноре Галерини. И наши дети отвечают тем же, поверьте мне. Наш совместный проект Валерии и его результаты привлекли внимание посла Италии в Республике Беларусь, Стефата Бианке. И вот наши дети были приглашены на мероприятие, проводимое посольством Италии в Минске. И в январе 40 наших деток побывали на это мероприятие. Раиса Александровна, ну вот, скажем, с высоты вашего опыта, и как руководителя такой организации, и как, в конце концов, мама, которая воспитала, вырастила ребёнка с диагнозом сахарный диабет, какие, может быть, рекомендации, какие советы вы можете дать таким же родителям? Я желаю всем быть сильными и не унывать. Жить с диабетом непросто, но если хорошо его изучить, правильно соблюдать назначение врачей и инсулинотерапию, наладить правильное питание, не ограничивать ребёнка никакими рамками и развивать его способности, то жизнь его служится хорошо. И я верю, это обязательно будет. Что ж, Раиса Александровна, спасибо вам большое за интервью. И я вам желаю, конечно, самое основное – это здоровье.